всем привет у нас короче сегодня на градуснике минус 8 но по факту так холодно из-за ветра который дует сегодня едем короче мы сейчас одно такое дело очень интересное я в инстаграме нашла розыгрыш короче конкурс на день святого валентина надо сфотографироваться сделать селфи с отелем и может быть ты выиграешь проживание в этом отеле на праздник ну там со всякими сюрпризами там завтраком и прочее вот поэтому мы сейчас едем все равно мы в центре мы решили доехать сделать с ним селфи выложить посмотрим что из этого получится однажды мы уже выигрывали у них в конкурсе и на день святого валентина мы ночевали у них в номере классный был отель и приготовили сюрпризом да нам там приготовили фрукты шампанское и украсили номер красиво и сварюшина спустили туда было клево просто вообще это было четыре года назад это вот так что мы решили ну тогда не надо было автографироваться вопрос нам было сделать что-то лайк поставить отметить наверное может репост сделать репост сделать да надо было и вот я выиграла тогда случайно мы решили сейчас повторить короче это получится забыла очки еду короче свои старые достала очки думаю что я в них чё-нибудь вижу трава очку этот вот экскурсионный а ну а чё может быть у нас улица ленина такая узкая старинные здания такие вот дома трамвайная линия чё ты думаешь вместиться ну да там пусто а нет не вместишься потому что он здесь кстати да я хотел сказать что и светится всегда на новом годе это мое селфи коля сделал фотографию со мной но у него почему-то камера сделала сбой и он пошел еще раз делать у него когда показываешь так рукой камера сама фотографирует видите как хорошо все у них там красивые матрешки вот тут вот вот тут вот на этой штучке все готово да правда как-то вяленько вяленько хороший ладно все поехали мы однако за продуктами теперь а у нас поменялись план мы решили поехать леруа марле посмотреть надо лампочку опять купить опять у рыбок перегорела лампочку это лампочка была однако не такая либо чё-то с лампой нет нет вот и хочу посмотреть рамочки для фотографий со свадьбы могу найти такой размер у нас фотографии 20 на 15 и надо что-то красивое может что-нибудь привезли туда посмотрим нигде не могу такой размер найти чтобы красивые были рамочки обычные есть нам самые такие простые яркую рекламу повесили аренда генестра да и в леруа что-то мы так долго не были давно и я прям давно уже думаю надо в леруа съездить как-то это как-то не по-братски не то обычно мы там чего-нибудь покупаем чего-нибудь нам надо там вообще длиннююши у нас такие дороги грязные сейчас впереди весна сейчас будет постоянно такая кашица ой ямы дыры щас начнутся на дорогах не говори короче мы не нашли нашу лампочку вернее нашли но она стоит дороже чем лампа обычно зато мы нашли прикольные панели световые холи раз тактик достал поставил это не тут разные есть но у меня хорошо вот рабочая зона подсвечивается на кухне и вообще без него не знаю как я раньше в потемках чуть там мыло стряпала ничего было не видно а сейчас вообще хорошо загляните внутрь давайте заглянем что здесь о классно сеть к тебе так че тухнет что нет она не то время пройдет там дальше движение стоит а он типа изображена видишь как кухня чё только здесь нету сколько всяких фонариков смотрите коля у нас решил помыться в леруа мы тут смотрим ванны душевые кабины так все красиво с легким паром спасибо а не хотите воспользоваться кто-то воспользовался покупатели унитаз не закреплен просьбы не садится но все как-то там ой как красиво очень красиво и здесь смотрите красиво в общем не все нравятся красота но это знаешь ли не совсем для этого смотрите я нашла себе теплицу на балкон вот это кстати смотри какой стеллаж классно купи мне стеллаж будешь помидоры врать я буду до выращивать помидор закрываешь и там тепло типа теплички смотрите а я-то издалека вот это увидела классности ваш вообще четыре полочки только здесь нету уже все к весне все к вгороду здесь да ну все на выход уже прошли по всему магазин заехали за продуктами в абсолют решили сегодня поменять продуктовый магазин вот и решили взять комфортную смесь поле у нас будет варить компот выбирает придирчиво я думаю что только нету и орешки красивые лежат номер а у них же не по номерам помнишь ну там просто ищешь все мы закупились короче в абсолюте поехали домой и для себя уколи слово сычужные я хотела рассказать предысторию ну давай раз подходим короче миксером выбрать сыр и коля видит ценник продукт сычужный что-то там российского гауда и говорит мне и просто с такими бешеными глазами подносит мне этот сыр и говорит я не знаю что это слово почему-то его просто его настолько просто взбесило слово сычужный показалось вы не наверно хотели написать сыр на насчет там у них получилось не то продукт сыр не продукт сычужный а потом он везде свечу а я просто не знаю сычужный надо полку я сбрасывала что сейчас я ему посмотрю что такое сычужный у него просто истерик он до конца магазина ходил просто истерил я такой сычужный я даже в составе одного сыра нашла сычужный какой-то фермент или компонент что-то такое но это нам ни о чем не сказала мы смотрим состав тиши 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 все летят а то есть да просто там всякая ерунда в этом сыре мы сейчас смотрели более-менее сыр за 569 что лет ушла более-менее которые там из молока и соли из закваски и бактерии бактерии какого-то там компонента и все остальное это просто краситель загуститель компонент е какой-то е то есть толком ничего нет вот и он сейчас выходит и просто в машину сел уже раз пять повторил это слово вот и у него просто истерика что такое сычужный ну тут чё едет тормози туда вот мужчинка или 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 девчинка спроси едет и тормозит тормози тут перед ней пусто оказывается я думала перед ней поворотник она включила в наш ряд хочет передумала все не ругайся а вот наш дворец новый который показывала рассказывала со стороны но тут камеру еще поставили до 5 но сейчас покажу кто-то и выезжал такой думаю не попался ли мне не попался просто всегда интенсивно проверили не попался попался этап проверки для меня был намного прикольней а последнюю цифру ошибся в одной цифре только номер стс и все и там просто три штрафа на думаю там же вместе я такой что колью было знаете как дурно когда он увидел штраф ну просто мы ездим без штрафов а тут он просто мне пишет у меня говорит сейчас чуть я чуть не посидел дачу там не случилось вот у нас здесь ямочки у нас здесь очень сильно начинают разгоняться 40 а где камеры там вот вот сразу под знаком на дачку а вот она понятно вот она вижу и а знак камеры и не видел там знак поставили 40 увеличение и то что хабистая дорога а знак камеры то должны поставить нету его а почему вот слушай а не слушай к его тут на мосту нету знака да так когда заезжаешь по моему есть а вот здесь нету вот здесь едешь нету знака что камера здесь просто ограничение поможет разметка бывает в этом все часы нету еще разметки до понаставили камеры короче будите успеваете хотелось всех денег поймите короче я посмотрела что такое сучужный сыр ну давай коля это ужас просто какой-то фермент находящийся молодого теленка в желудке и добавляют сыр да причем этого фермента надо маленечко все это что теленку делают фгс 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 достают и вкладывают ее в сыр что да это что за мрак такой что это за сыр мы иди или неинтересно когда теленка кирдык берут желудок выворачивают и прям ножичком вот такую соскребает элемент коля в общем хорошо что мы его не взяли вы сяли другой там нет там еще теленок пострадал при производстве этого в общем все конкретно не будет есть сычужный сыр скоро и вегетарианцем станешь слишком впечатлительным что так я вот уже говорю перехожу вообще мало чего охота мы уже дома все что здесь это то что мы купили а здесь тортик коля короче захотел торт и мы 2 часа стояли выбирали торт в итоге взяли брусничный шоколад спорили спорили и наконец поспорили и в итоге все равно пришли к выводу который говорил коля потому что единственный торт такой нормальный да остальное там либо очень много либо очень дорого либо чё попало и очень дешево вообще ну то есть как бы состав вообще там да более-менее взяли мини тортик чё как нормально колечко спать эти у него уже времени мало осталось сегодня в ночь а он все сидите гоняет кто ходит на рыбок ругается точек гонять иди покажи идея не покажи еще в общем смотрите у нас в аквариуме дурдом нас вот они же еще раз и кросс металлик и получается вот эти рыбки уже поплыли маленькие это уже не знаю шестой ли седьмой раз какой и они просто ведут себя так агрессивно кидаются вообще вот коля подходит посмотреть они на него кидаются типа уйди уйди наши дети наши дети посмотрите а камерой сейчас буду водить и она прямо не может вся и он тоже типа потому что уйди уйди так это не защищают деток ну что все коли у нас уехал работать мы только что собрали его с собой я варила сегодня щи щи у меня получились из свежей капусты белокочанной ту которую мы покупали я когда говорила еще в прошлый раз что какие слишком белые кочаны лежат вот действительно и знаете вот ну понятно что она не своя и она как бы не такая но все равно такой легенький такой вкусный супчик мы сейчас отдельно варим говядину в кастрюле причем я это делаю уже лет не знаю года три но точно так делаю уже я варю отдельно мясо то есть у меня суп полностью на овощном бульоне то есть на воде получается и мы настолько привыкли к такому супу что если где-то поесть суп на мясном бульоне все у нас вот так мы потом не можем носил так сюда подходит и мы не можем короче нормально переварить это все то есть отрыжка начинается желудку не хорошо от этого поэтому мы просто кайфуем от овощных бульонов вот собрала колю на работу всем и положила яблочко ему почистила еще ну короче вот полный комплект но кстати на ночь последнее время не берет ничего много вообще раньше он брал гораздо больше сейчас говорить не могу есть ночью не хочу поэтому короче сейчас изрядно порция поменьшилась у него вот буду сейчас мыть посуду у меня как обычно гора посуды ничего не меняется мечтаю о посудомойке чтобы когда-то у меня была такая машина где куда я все загрузила и она мне все помыло вот ну пока буду мыть сама и и потом что буду делать пойду в зал поубираюсь там что-то вообще навели беспорядок вот ладно пошла я домашними делами заниматься все посуда вымота все чисто все убрала здесь все протерла наконец-то можно смело отключать свет все чистота наверное ребята попрощаюсь с вами я уже приготовилась идти в душ коля у нас работает я не говорила лет что он ехал вот я уже решила сейчас пойду помоюсь буду монтировать вам влог и попрощаюсь потому что ничего такого особенного уже сделать и мы с варюшкой не будем снимать нечего так что всем спасибо кто смотрел нас всем пока пока